МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подвели итоги, наметили планы. В мэрии состоялась расширенная планерка. Обзор главных тем в материале твоих новостей. В Армавире появилась круглосуточная часовня в честь святых священномучеников кубанских. Анна Мельченко с подробностями. Снова в числе лучших команда «Русская дорога» прошла в полуфинал высшей лиги КВН. Почти 40 экипажей со всего юга России встретились на первом этапе ЮФО по джип-спринту. На заезде самых отчаянных гонщиков побывала Ирина Чупина. Расширенное планерное совещание состоялось в администрации Армавира. Как обычно, в начале мероприятия глава муниципалитета заострил внимание на основных вопросах жизни города. В связи с трагедией в Кемерово он отметил необходимость противопожарных проверок в торгово-развлекательных центрах и местах массового скопления людей. Такие мероприятия проводятся прокуратурой совместно с сотрудниками Госпожнадзора. Я просил бы, чтобы в рамках тех проверок, которые были проведены, а я говорю за муниципальные учреждения, радую то, что в большинстве объектов нет замечаний, в порядке объектов есть незначительные замечания, но там, где они есть, я просил бы обратить на это внимание. Соответственно, поставлена задача и курирующим заместителям, которые отвечают и за окрасы, отвечают и за финансирование, на сегодняшний день обратить внимание на выполнение тех или иных мероприятий. Руководителей ТСЖ, ЖСК и управляющих компанией города Андрей Харченко призвал соблюдать меры противопожарной безопасности, своевременно очищать территории, содержать в порядке лестничные клетки, чердаки и подвалы. По данному вопросу, градоначальник пригласил выступить главного государственного инспектора Армавира по пожарному надзору. При проверке основными среди выявленных специалистами проблем оказались загромождения пути эвакуации и выходов, неработающая пожарная сигнализация и система оповещения. Больше всего мы были удивлены тем, что основные величина нарушений именно капитального характера были выявлены на объектах с массовым требованиями людей, принадлежащих бизнесу. Те объекты, на которых мы постоянно бываем, это раз в год или два раза в год мы проверяем, то есть муниципальные объекты, государственные учреждения, там было выявлено меньше всего нарушений. Также глава Армавира остановился на развитии промышленности. Предприятиям, желающим поучаствовать в программе поддержки, получить государственное или региональное финансирование, необходимо подготовить соответствующие документы. Такие меры поддержки готовы оказывать со стороны федеральной и региональной власти. Было принято решение на совете директоров, на совместном совете участвовали и представители края, что в разрезе каждого предприятия, которое нуждается получить меры поддержки со стороны региона, на этот год также будет разработана дорожная фарта, в которой по каждому предприятию будут прописаны те или иные мероприятия, которые необходимы для оказания поддержки в продвижении, реализации продукции местных товаропроизводителей города Армавира. Отопительный сезон в этом году закончился в Армавире на неделю раньше срока. Городоначальник поблагодарил коммунальщиков за слаженную работу и отметил, что за последние годы стало значительно меньше как аварий, так и жалоб от населения. В настоящее время пора начинать подготовку к следующему отопительному сезону. В этом году в муниципалитете планируется провести капитальный ремонт дорог. На эти цели из средств краевого бюджета будет выделено 36 миллионов рублей и еще 40 из местных средств. Отремонтируют проблемные участки, которые еще в 2017 году привлекали внимание армавирцев. Это улица Каспарова, часть покрытия по Розе-Люксембург, подъезд к новой школе в Старой Станице. Продолжается и реализация федеральной программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году по программе в муниципалитете было освоено 214,5 миллионов рублей. Из них это работы выполнялись в городском парке культуры, работы по трем зонам. В преддверии 1 и 9 мая мэр напомнил о предстоящих традиционных мероприятиях. Во избежание несчастных случаев в эти дни местными властями принято решение о патрулировании городских водоемов. В марте 2018 года снизилось количество обращений граждан в полицию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная их часть связана с травмами и утратами, не содержащими состава преступления, однако требующих проверки отметили на планерке. Учтено 184 преступных посягательства, в числе которых 3 разбойных нападения, грабеж, 46 краж, 32 мошенничества, 2 угона транспорта, 30 факторов незаконного оборота наркотиков. Остановлюсь на некоторых фактах, заслуживающих внимания преступствующих. Раскрыты два грабежа и одно разбойное нападение. За март правоохранителями зафиксировано 984 административных правонарушений, а на дороге таких случаев 2709. 16 несовершеннолетних задержали после 22 часов без сопровождения взрослых. Также в городе произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, двое погибли. На развитие отрасли физкультуры и спорта в 2017 году выделили почти 364 миллиона рублей, что на 42 больше, чем в 2016, отметил в своем выступлении заместитель главы «Армавира» Сергей Фролов. В 2016 году на территории города было проведено более 360 спортивных массовых мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и международного уровня, по 36 летам спорта, таких как плавание, бокса, бандюдо, гимнастика и другие. Наиболее массовыми стали такие соревнования, как открытые муниципальные соревнования по художественной гимнастике и боксингу, городке, каратэ, пион, тусинкан, чемпионаты и первенства Краснодарского края в Афганду, к универсальному полу, всероссийские соревнования по спортивным танцам, санкт-по-реконической борьбе, спартаке, на связи сборных команд, органов администрации города «Армавира». Также в минувшем году 1871 армавирец принял участие в сдаче норм ГТО. Из них 547 получили золотой значок, 420 – серебряный и 904 – бронзовый. Ирина Чупина, Александр Жирелеев, служба новостей «Армавира». «Армавир» готовится к проведению единого государственного экзамена. В этом году в городе организовано 4 пункта, в которых будет проходить сдача ЕГЭ. Готовность одного из них проверил глава «Армавира» Андрей Харченко. Расположен пункт в единственной в России коррекционной школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Штабы кабинета оснащены системой видеонаблюдения, которая работает в режиме онлайн. «Новая современная камера. По положению, по федеральным всем стандартам, камеры либо две, либо одна, с углом 110 градусов. Ну, пошли по пути такому, что 110 градусов, одна камера, штаб все охватывает полностью, все видно, здесь все там, заклеиваем все, что надо». Пункт обеспечен всем необходимым оборудованием, наличие ноутбуки, ксерок, сканеры и, что немаловажно, подготовленные специалисты. Государственная итоговая аттестация стартует в «Армавире» уже в конце мая. Девятиклассники будут сдавать первый экзамен 26-го числа, а одиннадцатиклассники – 28-го. Витиеватое сплетение изысканных узоров, из цветов, листьев, виноградной лозы, как олицетворение Христа, белоизумрудные стены и, конечно же, купол, который венчает ажурный крест. Эту новую часовню, которая появилась на территории Свято-Троицкого собора совсем недавно, по праву можно назвать в своем роде уникальной, ведь ее двери открыты для православных христиан круглосуточно. Это такая маленькая церковь, которая может быть открыта в любое время, дней и ночи. К примеру, очень поздно, кто-то возвращается домой, храм закрыт, уже не может зайти помолиться, и человек может зайти в эту часовеньку, поставить свечечку, помолиться Господу Богу. Или наоборот, кто-то рано утром уезжает, а храм еще закрыт, точно так же зайти помолиться. Это первая часовня, двери которой открыты днем и ночью в Краснодарском крае. Однако такие церквушки можно встретить на территории России. 15 апреля, в воскресный день, при большом стечении народа, при освящении Шаигнатий, епископ Пармавирский и Лобинский, совершил чин освящения часовни в честь новомучеников и исповедников земли Кубанской. Это собор священников, их 12 человек, которые жили в начале 20 века и пострадали за христианскую веру, приняли мученическую смерть в начале 20 века. Мы знаем, что страшное время было, было время гонений, репрессий, лагерей, и именно в честь вот этих священников Краснодарского края, 12 человек, воздвигнута и освящена эта часовня. Добрая идея построить часовню пришла настоятелю Владыки Игнатию, еще в 2016 году, и 19 июня того же года, в праздник Святой Троицы, Пятидесятницы, был совершен чин освящения закладного камня в основании церквушки. И вот, спустя время на месте выросло чудесное строение. Кстати, ярко-изумрудный цвет выбран не случайно. Наш собор именуется Свято-Троицким, а цвет Троицы, он зеленый. Это цвет благодати Духа Святого. И если Господь благословит, то и весь собор впоследствии будет именно в таком стиле. То есть сейчас задан стиль, вот именно часовни нашей, а впоследствии полностью весь собор будет именно в таком стиле, зеленом. Многие армаверцы уже посетили часовню. Причем как местный приход, так и не только. Это хорошо. Сейчас, в данное время, вот сделали, в ночное время, в любое время суток можно прийти и помолиться. Любой человек может прийти и помолиться в любое время, свечи поставить за своих родных. Ну это классно, да, я буду ходить сюда. Можно прийти, помолиться, поставить свечку, за своих святых помолиться. Мне нравится, красиво очень. Дизайн хороший. Ну и все там внутри не был. Хочу побывать. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавиры. Сборная ГПУ «Русская дорога» в полуфинале высшей лиги КВН. Таковы итоги 1-4 финала, который состоялся на минувших выходных в Москве. Армавирцы одержали уверенную победу. Сообщается, что ребята получили самые высокие баллы от жюри. Так, уже по итогам просмотров, команд редакторы высшей лиги отмечали, что «Русская дорога» готова поражать новизной образов. Теперь к давно полюбившимся персонажам присоединилась жена дяди Паши, которую играет капитан команды Алексей Кривеня. Три русских богатыря и ханский наместник. Твоим новостям стало известно, что «Русская дорога» уже вернулась домой. Немного отдохну, но ребята приступят к работе над новыми номерами. 15-летний армавирец Назар Рейбек стал обладателем серебра на первенстве Европы под Хэквондо. Прошли соревнования на минувшей неделе в Словении. Воспитанник Федерации Хэквондо города Армавира под руководством Александра Чеботарева выступал в возрастной категории 14-17 лет, весе до 62 килограммов в составе сборной России. Сильнейшие соперники – пять напряженных боев, и Назар вышел в финал, где уступил лишь один судейский голос спортсмену из Ирландии. Самые отчаянные водители и выносливые автомобили Юга России собрались на ежегодной битве титанов бездорожья. 21 апреля любители активного отдыха, драйва и грязи встретились в окрестностях Новокубанска. Все для того, чтобы преодолеть себя, а также препятствия, созданные природой и организаторами на пути к советному кубку. Но и порадовать зрителей, а их в этот день было немало, ведь посмотреть действительно было на что. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Подготовливали бы трассу, мы ее катали своими машинами и копали, искусственные препятствия делали. По сравнению с прошлыми годами, что-нибудь изменилось масштабнее, ли стал джип-сприт, или что-то еще изменилось? Все осталось так же, только действительно люди уже более на это смотрят, как на вид спорта, уже приходят к нам в клуб, люди интересуются, вид спорта ли нравится молодежи. Отмечу, что в этот день прошел первый этап Кубка ЮФО по трофи-спринту. Затем джиперы встретятся в Волгограде, Ростовской области и Ставропольском крае. Традиционным категориям стандарт, туризм и спорт добавили открытую Ниву и командный зачет. Всего же в этот день по трассам трех уровней сложности проехали почти 40 экипажей со всего Южного федерального округа. Проехали, считаю, хорошо, шли, достойно финишировали, впечатлений и эмоций масса, конкуренты тоже достойные были, были и перевороты, и все случалось на трассе. Организаторам отдельное спасибо за данное мероприятие, очень трасса понравилась, впечатлений масса. Готовимся подолгу, бывает, готовимся в последний день. Кстати, этот экипаж из Армавира заявлен на участие еще в одной категории – открытая Нива. Настрой боевой, а это главное, говорят джиперы. Готовы, вот машина стоит, да, готовились. Настрой полный, надеемся, там тоже нам повезет. Настрой боевой главный, а там трасса покажет. Многие экстремалы принимают участие в соревнованиях уже не первый год. С каждым заездом растет и уровень подготовки, и оснащения автомобиля. На любимое увлечение гонщики не жалеют силы, время и средства. Трасса очень интересная была, довольно-таки сложная. Проехали с большим удовольствием, получили много адреналина. Первый круг давался нам немножко сложно, потом дальше уже было легче все. Сложное было болото? Болото, да. Очень глубокое. Болото было очень глубокое. Мы его преодолели, как бы старались для зрителей. Организаторы молодцы, очень трасса хорошая. Как оцениваете свои силы? Очень сильно мы их оцениваем. Очень сильно. Хотелось бы в следующую категорию поехать покататься, но возможности нам не позволяют. А в следующем году подготовитесь к спорту? Обязательно. Мы уже 4 года участвуем. Не пропускаем ни одних мероприятий. Очередной праздник для любителей грязи и адреналина завершился. В категории «Стандарт» первым пришел экипаж из Карачаева Черкесской Республики. В туризме, спорте и командном зачете Кубки победителей у джиперов из Сальска. В открытой Ниве лидировали гости из Целины Ростовской области. Отмечу, что информационным партнером мероприятия выступил крупнейший медиахолдинг в нашем городе «Амедиагрупп». Ирина Чокина, Александр Жирелеев, Служба новостей Армагира. Редактор субтитров А.Семкин